Итак, мы продолжаем изучать вторую главу поучения отцов Перкеавод. И сегодня мы будем учить вторую Мишну. Это то, что сказал сын Раби Иуды Рабан Гамлиэль. Причём во многих местах Талмуда встречается он и много историй о нём. Но до того, как я скажу то, что сказал и чему научил Рабан Гамлиэль, я хочу поблагодарить всех наших зрителей, можно сказать, и слушателей за то, что они учат вместе со мной Мишну. Это очень важная вещь, потому что мы уже говорили, что Перкеавод – это то, что называется Дерех Эрец. То есть как бы путь Земли. Что это значит? Простое значение – это исправление личных качеств. Потому что тот, кто учит Мишну в Перкеавод для того, чтобы улучшить себя, это значит, что он учит правильно Тор. А так как Мишна говорит про то, что нужно сочетать Дерех Эрец с изучением Торы, потому что это освобождает человека от греха, я хочу сказать, что я немножко задержался сегодня, потому что я отвозил два чемодана книг. Это приблизительно 30 книг. Это комментарий Рамбана на Берешит и книгу про московскую Ишиву Тарадхаим «Счастливцы» в магазины, в русские магазины в Ярушалаиме. Одну в Швутами, одну в Шамир. Чемоданы. Я не принёс сюда эти чемоданы. Один чемодан я купил в Америке вот такого размера. Я подумал, что вот это лучшая иллюстрация того, что я буду сегодня учить. И поэтому начнём учить Мишну. Рабан Гамлиэль вношил Раби Иуда Анаси Омир. Значит, Рабан Гамлиэль, сын Раби Иуды Анаси, говорил. Я фе талмутора им Дерех Эрец. Хорошо занятие Торой сочетать с Дерех Эрец. Я специально не даю объяснения, потому что в переводе написано с ремеслом. Но мы об этом ещё поговорим. Ведь, я продолжаю на иврите, что приложенные усилия в этих двух направлениях отвлекают человека от греха. А изучение Тора, которое не сочетается с трудом, оно сходит на нет и влечёт за собой грех. И это как бы первая тема, которую обсуждает Мишна. Но следующая тема уже говорит о тех, кто занимается общественными делами. И все, кто занимаются, трудятся на благо общества, пусть делают это во имя небес. Почему? Потому что им в помощь будет заслуга предков еврейского народа. И их добродетель прибудет вечно. А вы, я вам уготовлю плату, награду такую великую, как будто вы сделали это сами. И понятно, что многое в Мишне непонятно. И поэтому я хочу, чтобы мы постепенно углубились в смысл этой Мишны. Прежде всего, приводит комментатор отрывок из трактата «Ктубот». Это 103 лист. И говорится про то, что когда великий Раби Иуда носи Реби, перед смертью он позвал мудрецов Израиля. И он сказал, мой сын Шимон будет мудрец, а мой сын Гамлиэль будет носи. И вот вошел его младший сын Равшимон. И ему он передал основы мудрости. А теперь пусть войдет мой старший сын Рабан Гамлиэль. И ему он передал умение управлять, говоря, «Исполняй свои обязанности, руководители еврейского народа достойно, и учеников держи в страхе». Итак, Рабан Гамлиэль – это последний носи. Ну, сейчас это переводится в современном иврите, это президент. А на самом деле это глава, вознесенный. Это точный перевод. Последний носи, имя которого упоминается в Мишне среди мудрецов Мишне, то есть Танаев. И он говорит о том достойном пути, который должен избрать человек, чтобы он не сошел с дороги. И вторая вещь – он предупреждает тем, кто занимается как бы цархейцибур – делами общества, общины. Что они должны трудиться во имя Творца, а не ради власти и почести. К сожалению, в современном мире это очень трудно увидеть, чтобы действительно люди служили обществу то, как наставляет и учит Рабан Гамлиэль. Итак, говорит Рабан Гамлиэль, «Хорошо человеку, чтобы он объединял занятие Творой с Дереферец». И вот что это такое Дереферец. И для этого я приведу вам высказывание ученика великого Хофицхайма Рабельхонан Вассермана, чтобы Творец отомстил за его кровь. Он погиб в девятом форту с учениками своей Ешивы. И перед смертью, известно, спасся один из его учеников. И он говорил, чему учил Рабельхонан Вассерман в последние минуты перед расстрелом своих учеников. Он говорил им, что, как видно, Творец выбрал нас, чтобы мы были очистительной жертвой. За кого? О ком? Он был, на самом деле, накануне войны в Англии, в Америке. Ему говорили, пожар в Европе, куда вы возвращаетесь? Его Ешива Барановичи. Это тогда, это было, наверное, все-таки не на территории Советского Союза. Может быть, это было, относилось к Литве. Потому что сейчас Барановичи – это Белоруссия. Но он сказал, мои ученики там, я возвращаюсь. И они скрывались. И он продолжал до последнего момента обучать своих учеников Торе. А вот когда их повели уже на расстрел, он сказал, каждый из нас должен сделать счет, раскаяться. Потому что Творец выбрал нас, чтобы мы были очистительной жертвой. «Чтобы евреи Америки сделали чуву, раскаясь». Вы понимаете, о чем думал в этот момент человек? И он предупредил, чтобы никакая недостойная мысль не пришла никому в голову. Потому что недостойная мысль, которая приходит в голову Коину, когда он приносит в жертву в храме, это называется пигуль. И тогда жертва непригодна. То есть, чтобы мы были достойной жертвой. Вы понимаете, как это похоже на то, что сделал наш пратец Ицкак, который просил своего отца Авраама, «Свяжи крепко мне руки и привяжи их к ногам, чтобы я не дернулся, когда ты будешь делать шкиту, когда ты меня зарежешь по повелению Творца, чтобы я был достойной жертвой». Вы понимаете, какого уровня достигали те мудрецы, которые жили буквально в наших поколениях. Рабельхонан Вассерн. Великий ученик, великого учителя Хофицхайма. И вот как он объясняет, что это такое Дерек Эрец. И он объясняет так. Написано в пятой главе, что Тора приобретается сорока восьмью вещами. И одна из этих вещей – миют дерек Эрец. То есть уменьшение заботами о будничном, даже о пропитании. Дальше. И продолжает Рабельхонан Вассерман, цитируя Талмуд. Есть еще в Талмуде слова, которые можно объяснить двояк. И одно из этих понятий – это дерек Эрец. Буквально это путь Земли. Но что это такое? И два объяснения, они как бы совершенно различны. Сказано, что Тора приобретается уменьшением дерек Эрец. И написано в другом месте. Принимающий на себя ермо изучения Торы, снимают с него ермо дерек Эрец. То есть Творец пошлет ему пропитание, чтобы он не должен был отказаться и даже чуть-чуть терять время, которое должно быть посвящено изучению Торы. А с другой стороны сказано – дерек Эрец кадмале Тора. То есть дерек Эрец предваряет Тору. И это, как говорится, о поведении человека, о хороших качествах человека. И вот о чём говорит Мишна, что хорошо объединять изучение Торы с дерек Эрец, то есть объясняет Робель Конан-Вассерман, с хорошими качествами и с хорошими поступками. И тогда мы можем понять простое значение, что когда человек изучает Тору и занимается, ну скажем, физическим трудом или торговлей, или бизнесом, и объяснение такое, так объясняет комментатор Мишны Рабовадия Мибартанура, Тора истощает силы человека, а труд разрушает тело, и поэтому злое начало в нём исчезает. Другое объяснение – то, что Тора защищает человека от греха со всех сторон. Он знает благодаря Торе, что можно, а что нельзя, и он остерегается. И тогда он, для того, чтобы заработать деньги, не будет прибегать к обману и хитрости, потому что он зарабатывает свой хлеб своим ремеслом. И также объясняет Раши, благодаря учению, то есть занятию Торой, и ремеслом для заработка, он не завидует и не похищает чужое имущество. А если учение не сочетается, первое значение, с трудом, когда человек занимается Торой, и нет у него возможности зарабатывать, то вся его Тора сходит на нет. Ведь есть другая Мишна, это 17-я Мишна в 3-й главе. Если нет муки, нет и Торы. То есть без пищи человек не может жить. И это влечет его к греху. Из-за бедности он может начать обманывать, листить, воровать, грабить и совершать другие преступления. Значит, это первое начало нашей Мишны. И мы должны понять, о чем же говорит Мишна и как надо себя вести. И на самом деле это известный спор в Вавилонском Талмуде в трактате «Брахот». Это 35-й лист. Это спор между великими еврейскими мудрецами. Раби Ишмайлем и величайшим учеником великого раби Акивы. Тот, через кого мы получили всю тайную часть Торы, раби Шимон Бар-Йохай. И давайте посмотрим, о чем у них идет спор. Написано так, это все знают, во втором отрывке Шма. Мы читаем три отрывка Шма. Так во втором отрывке, который связан с получением на себя Ерма власти заповеди, написана там такая строчка. «Вая им шаму атишмы у» и будете, если будете вы слушаться, и дальше слушаться голоса Творца. И дальше «Ва савта беганеха, виси рожка вискареха». И соберешь ты свой урожай злаковых, и виноград, и оливки. И вот задается вопрос. «Ва савта беганеха» и будешь собирать свой урожай. Говорит Раби Шиман Бар Юхай, что это, когда люди не исполняют волю Творца. И тогда совершенно непонятно, ведь вначале сказано «И будет, если будешь слушаться, ая им шаму атишмы у это шамилу кеха, будешь слушаться Творца Всесильного Бога Твоего». Как же это так, не исполняющие воли Творца? И поэтому Талмуд задает вопрос. Написано так. «Из Иошуа». «Лёя муш сэфер Тора азэми пиха, чтобы не отошла книга Торы, это от твоих уст». Задает вопрос. Талмуд. «Яхоль дворинки ктаван, мы могли бы понять это буквально, чтобы всегда, постоянно, ты изучал Тору?» и на это дает ответ Раби Шмайль. «Ангэк бахэм минхак дэрэх эрц». «Занимайся Торой, чтобы она управляла всеми, даже будничными, твоими делами». Так объясняет Раби Шмайль. Раби Шимамбар Йохай говорит, «Возможно, человек будет пахать в час пахоты и сеять в час посева, и сжинать в час, когда сжинают, и перемалывать, когда перемалывают, и провеивать по ветру, когда провеивают. Тора, что будет с ней? Но в то время, когда евреи исполняют волю Творца, то есть, чтобы не отошла книга Торы, это от твоих уст, только Тора, тогда и даже будничная их работа будет исполняться другими, как сказано, и он приводит из пророка Шаяу в Яамду Зарим в Рау Ценхэм и придут из других народов и будут пасти ваш скот. А когда евреи не исполняют волю Творца, тогда они сами собирают свой урожай, то есть, занимаются будничными делами и отменяют изучение Торы. Это сказано в Иосафта Деганеха и собери твой урожай. И не только это. Если они продолжают заниматься этим, тогда они будут заниматься уже трудом на чужих и работа чужих будет делаться ими. И будешь служить своим врагам. И тогда мы совершенно не понимаем. Прежде всего, нам понятен раби Ишмай, ведь он говорит, изучай Тору, но даже когда ты занимаешься будничными делами, чтобы Тора управляла всеми твоими делами. Простое значение, то есть ты знаешь, даже когда ты собираешь свой урожай, ты оставляешь бедным лекет, шахиха, омер, то есть ты оставляешь, когда твои косы косят, два колоска, которые упали, это остается бедным, па, край поля, генжинай, оставляй бедным, пришельцам, вдовам, сиротам, забудешь, если ты уже все даже собрал и забыл, сноб, не бери его, оставляй, это путь Торы, который управляет твоими, даже будничными делами. Больше того, объясняет это ученик Виленского Гаона Рафхайму из Воложина, что даже когда человек занимается будничными делами, это руки его занимаются этими делами, а голова свободна, поэтому он должен постоянно повторять то, что он выучил. Вы знаете, мишина, то, что мы с вами учим. На самом деле корень ее лешанен, повторять, то есть постоянно она должна быть на твоих губах, то есть другое значение шен, это зуб, чтобы отскакивало от твоих зубов, это то, что человек должен делать. С другой стороны, раби Шиман Бар-Йохай говорит, ради чего Творец выбрал еврейский народ. Когда это произошло? Это произошло 6 севана 2448 года, когда мы стояли у горы Синай. Вот тогда мы были избраны, и тогда было условие, если евреи примут Тору, будет продолжение мира, если нет, весь мир вернется в первозданный хаос, а евреи, там будет их могила. То есть мы народ, который должны в этом мире реализовывать Тору, как? Через изучение ее. Это то, что говорит раби Шиман Бар-Йохай, чтобы не отошла книга Торы, это от твоих уст. Ради этого сотворил Творец этот мир. Вспомните, помните, Раши, первый Раши на пяти книжах. Бэ решит, Бишвиль решит, ради начала сотворил Творец небо и землю. А что это значит Бэд? Это два. Ради двух начал сотворил Творец небо и землю. Кто это? Это прежде всего начало его путей. Это Тора. И начало его посевов это еврейский народ. Ради того, чтобы еврейский народ занимался Торой, сотворил Творец этот мир. И вот это то, что говорит раби Шиман Бар-Йохай. Это главное, ради чего живет еврей. И вы знаете, что когда начались гонения римлян, и когда они услышали, что раби Шиман Бар-Йохай осуждает римлян, они сказали, надо его казнить. И он бежал со своим сыном Элиезером, и они сидели в синагоге, и каждую ночь его жена приносила им еду, а когда усилились поиски, он сказал своему сыну, мы не знаем, что будет, могут выследить, как твоя мать приносит нам еду, и они бежали. И святая книга Зора объясняет, они бежали в одну из пещер возле Луда. И вот представьте себе человек, который полностью посвящает себя изучению Торы. То есть он не обращает внимания на Дера Феррец. Ему не важно, он знает, что Творец ему пошлёт пропитание. И вот они вошли в пещеру. Человек, который так готов служить Творцу, ради него Творец отменяет законы природы. В этой пещере вдруг забил ключ родниковая вода, и за одну ночь выросло рожковое дерево. Если кто-то не видел, что такое рожковое дерево в Израиле, я видел, это сладкий плод, но это, вы понимаете, это как высушенный такой, даже, ну, вы знаете, как трудно объяснить кому-то, кто не ел ананас, что такое ананас, много косточек, сухой плод, сладковатый. Так вот, всю неделю они ели рожки и пили воду, а сказано в честь субботы на этом дереве, для них в пятницу вырастали финики, чтобы в субботу у них были финики. Дальше, они, чтобы не обвешали и не порвались их одежды, они закапывались в песок в пещере и учили Тору полностью погруженный в песок. Если им надо было молиться, они вставали, одевали одежды, молились, а потом опять закапывались. И сказано, что пророк Ильяу приходил и обучал их Торе. И так они изучали Тору 12 лет, так объясняет Талмуд. А потом они вышли, что они видят, чем занимаются евреи, пашут, сеют, жена, что такое? Ведь еврейский народ сотворен ради того, чтобы учить Тору и реализовывать Тору в этом мире. И сказано, в любое место, куда они обращали свой взгляд, все сжигалось. И тогда раздался голос с неба. Уничтожить мой мир вы вышли, возвращайтесь в пещеру. То есть, вы понимаете, Творец посылает этому миру пропитания от, сказано, от личинок муравья до самых больших корней реймин, самых огромных рогатых зверей. Я не знаю, какой сейчас можно каких-то, может быть, самые большие слоны. И вот они вернулись в пещеру. Еще год были там. А когда они вышли через 13 лет, так в любое место, куда обращал взгляд Раби Ли Эзер, он сжигал это место. А Раби Шимон восстанавливал. Вы понимаете, ведь написано в святой книге Зор, что Творец смотрел в Тору и творил мир. Сначала Тора, а потом мир. И поэтому тот еврейский мудрец, который обладает знанием Торы, которая первична, тот, кто обладает знанием самых основ творения мира. Он может восстанавливать то, что разрушено. И сказано, что когда Раби Пинхас Бен Иир, тесть Раби Шимона, отвел его в баню, чтобы вы знали, хорошее русское слово баня приводится в Талмуде. Бет Мерхац место, где моется. И мыл его, и он видел, что все его тело в рубцах, в банах. И он плакал, и слезы его попадали в эти раны, и усиливалась боль Раби Шимона. И он сказал, ой, что я тебя вижу в таком состоянии. И ответил ему Раби Шимон, ты должен быть счастлив, что ты меня видишь так. Ведь раньше, когда Раби Шимон задавал вопрос, на него давал 12 ответов Раби Пинхас Бен Иир. Сейчас, когда задавал вопрос Раби Пинхас 24 ответа давал Раби Шимон Бар-Йохай. И через Раби Шимона Бар-Йохая, благодаря той Торе, которую он изучил там, за эти 13 лет мы получили знания об устройстве миров, которые сотворил Творец, включая материальный мир и все духовные миры, которые находятся над нами. И это называется корень Творения. И сказано так, утешил Раби Лиэзера Раби Шимон Бар-Йохай и сказал, что если нужно для того, чтобы мир существовал, достаточно тебя и меня. И вы понимаете, что это главное то, что говорит Раби Шимон. Без Тора мира не может существовать. Поэтому главное назначение, чтобы Тора в этом мире изучалась. Но как успокоился и Раби Лиэзер. Вдруг они увидели Агу Саба, продолжает Талмуд, некоторого старика. И он шел, и у него были два пучка мирт. И спросил его Раби Шимон, зачем тебе эти мирты? Недостаточно разве одного пучка? Нет, сказал этот старец. Это мне нужно для того, чтобы исполнить в честь субботы Шамор, береги, храни, Везахор и помни. И тогда сказал Раби Шимон своему сыну, посмотри, как еврейский народ любит заповеди Творца. В честь субботы, как он дорожит, недостаточно ему одного пучка мирт. И это спор между Раби Шимонем и Раби Шимоном. И продолжает Талмуд, что многие пробовали делать, как Раби Шимон Барьокай, и у них получилось. И продолжает Талмуд, что говорит Рова, величайший мудрец Талмуда и своим ученикам. Во времена Тиш-Рей и во времена Ниссана не приходите. Раша объясняет, это время сбора урожая, это злаковые, это оливки, это виноград, чтобы вам не нужно было думать о пропитании весь год. И казалось бы, вывод Талмуда, что прав, Раби Шимонем Бар-Юхай, сказано, многие пробовали, как Раби Шимон-Бар-Юхай, у них не получилось. Но ведь это объясняет Раби Шимон-Бар-Юхай, и соберешь свой урожай, это значит, ты не исполняешь воли Творца, объясняет Раф-Хайм из Воложина. Те, которые могут полностью посвятить время изучения Торы, а занимаются будничными делами, это значит, что они не исполняют воли Творца, но многие они должны именно и работать, и посвящать время Торе, и чтобы Тора управляла их путями. Итак, мы понимаем, что это очень корневой вопрос, больше того, спор в еврейском народе, и как всегда в ответ, и тот, и другой прав. Ну, на этом мы завершаем первую часть Мишны, ибо Израта Шем с помощью Творца продолжим на следующем уроке. Всего хорошего!